Волна накрыла круизный лайнер в Средиземном море 3 марта 2010 года во время 12-дневного круиза по Средиземному морю на Луи-Маджести обрушились три волны изгоя, в результате чего два пассажира погибли и несколько получили ранения. Волны, высота которых превышала 26 футов 8 метров. Волны разбивали окна в общественных местах. Среди погибших пассажиров были 69-летний немец из Северного Рейн-Вестфалии и 52-летний итальянец, путешествовавший со своей семьей. Еще 14 человек получили травмы на борту круизного лайнера и были госпитализированы, когда судно вернулось в Барселону вечером. В результате инцидента у одного пассажира были сломаны две ноги. Средиземное море бурлило, когда 68-летний итальянец стоял в зале ожидания круизного лайнера. Мгновение спустя чудовищная волна разбила окна и швырнула осколки на пассажира. Потоки воды хлынули на Луис-Маджести, разлившись через несколько этажей корабля. Три волны, обрушившиеся в иносудно, принадлежащие киприотам. Судно перевозило 1350 пассажиров и 580 членов экипажа из 27 стран мира. 69-летний муж Литы Карло, сидевший рядом с ней на диване, был подброшен в воздух, в результате чего получил пять швов в голове и травму ноги. Другой итальянец Джованни Занони сказал, что после того, как волны вышибли окна гостиной, потолок обвалился и началось столпотворение. Люди кричали, паниковали. Они хватали спасательные жилеты, сказал Занони. Он сказал, что видел, как один огромный осколок стекла ударил человека по лицу, убив его. По словам Занони, на то, чтобы найти тело, потребовалось время, потому что он находился под обломками потолка. Владелец и оператор судна Луис Круис Лайнс заявила, что на судно обрушились три аномально высоких волны высотой более 10 метров, разбившие лобовые стекла в носовой части на пятой палубе, которая является одной из десяти используемых пассажирами. Большие волны в Средиземном море не редкость. Но такие волны случаются только один или два раза в год, сказала Марта де Альфонсо, океанограф из правительства Испании. Эта авария произошла в районе Средиземного моря под названием Лионский залив, который известен большими волнами во время штормов. Судно находилось в 12-дневном круизе из портов Гену и Марселя в западной части Средиземного моря, заходя в Танжер, Касабланку, Тенерифе, Лансароте, Кадис, Картахину, Барселону и должно было вернуться в Гену. Пассажиры сказали, что погода была ужасной, когда они покинули Картахину на востоке Испании, а капитан объявил, что пропустил запланированную остановку в Барселоне и направился прямо в Италию. На любительской видеозаписи видно, как огромная пенная волна обрушивается на то, что, казалось, было зоной отдыха, заставляя хлынуть хлыстом и людей, спешащих в поисках безопасности. Внезапно мы увидели волну, которая поднялась выше нашего уровня. В этот момент услышали громкий шум, и это была волна, которая ударила нас. Когда мы вышли из комнаты, мы увидели, что волна затопила все. Пьер Лангийон, также из Франции, сказал, что повреждения были значительными, и он видел много людей с поверхностными травмами. Представитель Луис Круис Лайнс Майкл Маратевтис сказал, что 14 пассажиров, получивших лишь незначительные травмы, были доставлены в больницу в качестве меры предосторожности. Были приняты меры для отправки всех пассажиров домой, и судно продолжит свой обычный график позже в этом месяце после завершения ремонта. Маратевтис сказал, что двое мертвых пассажиров, немец и итальянец, получили смертельные травмы осколками стекла, вырванными оконными рамами и мебелью. Это были три волны, одна за другой. Ущерб был нанесен второй и третьей волнами. Речь идет о волнах, высота которых превышала 10 метров. Это было непредвиденным и непредсказуемым, потому что погода была не такой уж плохой, сказал Маратевтис. До Альфонса сказал, что в то время в этом районе действительно был сильный шторм, и волны, возможно, были вызваны сильным ветром. По ее словам, волны часто приходят тройками. Другой пассажир, Жан-Хлот Ферри из Марселя, сказал, что находился в своей каюте, глядя в иллюминатор на чрезвычайно бурное море. Я никогда не видел таких больших волн. Это было невероятно. В заявлении Луис Круис Лайнс говорится, что волны разбили окна в общественной зоне на палубе 5 в носовой части судна. На веб-сайте Луис Круис Лайнс говорится, что длина судна составляет 207 метров, на нем 10 пассажирских палуб и 732 каюты, а также различные бары, бассейны, рестораны и магазины. Сильные морские волнения привели к гибели многих судов. И для повышения безопасности морских операций, принятие решений о маршрутах судов должно основываться на прогнозе волнения, который требует наилучших имеющихся знаний об опасной волновой среде. Улучшение понимания экстремальных и аномальных волн также очень важно для оценки безопасности морских операций, чтобы избежать аварий и человеческих жертв на кораблях. Сильные морские волнения Сильные морские волнения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok